Мы рождены Выше и выше и выше В Дерзании растет градиент И в каждом профессоре дышит Спаливший вольтметр студент Ну, пожалуй, последнее усилие, где я вам покажу еще один метод решения Теперь уже не дифференциальных уравнений, а системы дифференциальных уравнений Сейчас у нас движение будет не плоское, а трехмерное Следующий номер нашей программы Движение заряженных частиц под действием силы вольтметра Движение заряженных частиц под действием силы вольтметра Иногда случается так, что пространство, где находится заряженная частица Обладает какими-то экзотическими свойствами В некоторых случаях говорят, что в этом пространстве создано магнитное поле Я бы на вашем месте сейчас не рискнул сказать, что вы понимаете, что значит, что создано магнитное поле Это непросто Во всяком случае, это совсем не то, что возникает в голове при виде вот таких линий с буковкой Б с нули А, ну это понятно, это линии магнитного поля Спросите любого человека, что такое линия магнитного поля, что она показывается А, кстати, интересно А чего показывает линия поля Б? Вот мы рисуем линии Из магнита выходят Куда-то входят А чего они показывают? Это мы в школе учились, да? Вот-вот Только не удивляйтесь Линии поля Б Показывают, куда можно двигаться сейчас заряд Чтоб на него не действовала магнитная сила Если вы двигаете заряд вдоль Б Он не испытывает действия магнитных сил Так вот, опыт показывает Что если в таком пространстве Летит заряженная частица Со скоростью v То на нее действует так называемая магнитная сила Величина которой Равна произведению заряда На векторное произведение скорости заряда Делить на скорость света На b Эта сила называется Сила Лоренца Я думаю, что вы не привыкли В выражении для силы Лоренца Что v делится на c Да, вы привыкли к системе единиц си Это совершенно ужасная система единиц Которую я не знаю, кто придумал И там все ужасно криво Представляете себе В системе единиц си Электрическое магнитное поле Измеряется в разных единиц На самом деле Электрическое магнитное поле Это две стороны одного и того же Так вот создатели системы единиц си Придумали систему Которая одно и то же Измеряется в разных единиц Представляете, можно было придумать Систему единиц Где длина стола Измеряется в метрах Ширина стола В сантиметрах А высота стола В кубических корнях из литров Можно такую систему единиц ввести Но, наверное, это идиотская система единиц Так вот, сишники вот такую систему сделали Поэтому ни один уважающий себя физик В системе единиц си работает не будет Поэтому я написал Как по-человечески выглядят силы в норме Но на самом деле Постоянный множитель С не сильно будет мешать нам решать уравнение Так вот, если у нас есть магнитное поле Направленное так Наверное, стоит ось Z Направить вдоль линии магнитного поля Ну, а оси X и Y Повернем так, чтобы начальная скорость нашей частицы Лежала в плоскости X, Z Вот так смотрит ось X Вот так смотрит ось Y Ну и пусть в начальный момент времени Частица находилась в начале координат Поэтому мы будем считать Что R от нуля Это 0, 0, 0 Скорость в момент времени 0 Равняется Давайте посмотрим Александр Григорьевич Да Нормально, что у нас левая драка О, спасибо, это ужасно Конечно, спасибо большое Скорость в начальный момент времени Это будет в проекции на оси X Но пусть у нас вектор скорости с осью Z Составляет угол θ Поэтому будет V с ноликом синус θ 0 V с ноликом косинус θ Но мне лень писать так Я напишу V перпендикулярная 0, V параллельная V перпендикулярная Это составляющая начальной скорости Поперек поля А параллельная Вдоль поля Ну тогда у нас Уравнение движения МА равняется КВС на В Но посмотрите А это производная по времени от скорости Поэтому можно написать так Все поделить на массу И все перенести в левую часть Поэтому получится ДВ По ДТ Минус А здесь напишем так Векторное произведение скорости А скорость Это В А все постоянные множители Я в В загоню И у меня будет Ку на Б Делить на МЦ И это равно 0 Ну вот чтобы опять таки Не писать лишних букв Все что здесь есть Я обозначу буквой Омега И эту величину Принято называть Вектором Ларморовской частоты Да по размерности Это частота Почему? Потому что здесь у нас Скорость делится на время А здесь тоже есть скорость Она должна делиться на время Поэтому эта штука Должна иметь размерность Обратного времени Значит это что-то вроде частоты Поэтому у нас получилось Уравнение ДВ по ДТ Минус векторное произведение В на омега Равняется 0 Давайте распишем Это равенство по компонентам Здесь у нас будет Три компоненты ДВХ по ДТ ДВУ по ДТ ДВЗ по ДТ Вот такой вектор Минус Теперь надо расписать Векторное произведение Я напомню Что векторное произведение Это такой определитель Первый столбец ЕХ ЕЮ ЕЗ Второй столбец Это компоненты Первого совмножителя ВХ ВЮ ВЗ И третий Это вектор омега Но мы с вами Направили Ось З Доль Б Поэтому у Б И у омега Есть только одна З-компонент Поэтому будет так 0 0 Омега Ну давайте посмотрим Что у нас получится При ЕХ При ЕХ Это вот такой Определитель У нас множитель будет Омега ВЮ При ЕЮ Будет стоять Минус Омега ВЗ И при ЕЗ Будет стоять 0 Поэтому у нас получился Такой вектор Омега ВЮ Минус Омега ВХ 0 Поэтому здесь Получилось так Омега ВЮ Минус Омега ВХ 0 И это равно 0 Понятно Чтобы выполнялось Равенство между векторами Надо чтобы выполнялось Равенство между Всеми компонентами Поэтому получилась Следующая система Уравнений ДВХ По ДТ Минус Омега ВЮ Равно 0 ДВЮ По ДТ Плюс Омега ВХ Равно 0 И ДВЗ По ДТ Равняется 0 Друзья мои Мы с вами получили Систему Из трех Обыкновенных Линейных Дифференциальных Уравнений Первого порядка При этом Система однородная Справа у нас Стоят 0 Мы с вами До сих пор Решали Просто Линейные Дифференциальные Уравнения А теперь У нас Целая система Из трех Уравнений Ну надо сказать Что последнее Уравнение Решается Очень просто Если Производная От ВЗ По времени Равна 0 Это означает Что ВЗ Равняется Константин Она просто Не меняется А начальное Значение ВЗ Мы договорились В параллельно Это означает Что когда Частица летит В магнитном поле То компоненты Ее скорости Вот эта Она не меняется По оси З Вдоль линии Магнитного поля Частица Движется С неизменяющейся Скоростью А вот Что касается Х и У То получилась Пренеприятнейшая Ситуация У нас Уравнения Запутались В уравнении Для скорости Изменения ВХ Стоит ВУ И в уравнении Для скорости Изменения ВУ Стоит ВХ Получилась Сцепленная Система Ну первое Что приходит В голову Это продифференцировать Второе уравнение Тогда здесь будет ДВХ По ДТ И производную ДВХ По ДТ Подставить Из первого уравнения И получится Уравнение Для ВИ Так делать Можно Но господа Дифференцировать Дифференциальные Уравнения Это дурной Тон Поскольку Если вы будете Дифференцировать Дифференциальные Уравнения Вы легко Можете потерять Решение В виде Константы Если один раз Дифференцируете Если два раза Дифференцируете Вы можете потерять Решение В виде Линейных Функций Три раза В виде Квадратичных Функций Короче Уважаемые И уважающие Себя люди Стараются Диффуры Не дифференцировать Это плохо Когда уж Больше ничего Не остается Но Можно Дифференцировать Но наша С вами Сейчас Задача Не решить Задачу А научиться Как Выходить Из подобных Ситуаций Чтобы потом Не тратить Время На такую Туфту Как решение Дифференциального Уравнения Ну Физикам Некогда Тратить Время На всякую Математическую Туфту Так вот В том Случае Когда Уравнения Перепутались Из-за Операции Векторного Умножения А здесь Они Из-за Этой Операции Перепутались Всегда Спасает Следующий Хитрый Метод Который Я Пока Только Назову А почему Так Получается Мы с вами Поймем Очень Не скоро Если Доживем В курсе Оптики Этот метод Называется Проекцирование Сейчас Мы спроекцировали Нашу систему На декартовые Орты На EX EY EZ Так вот Оказывается Кроме тройки Ортов EX EY EZ Ну Они смотрят Вот этот EX Этот EY А этот EZ Очень удобной Является Тройка Так называемых Циркулярных Ортов E Плюс Равный EX Плюс I EY Делить На корень Из 2 E0 Равный EZ И E- Это EX Минус I EY Делить На корень Из 2 Вот Оказывается Удобны Вот такие Комплексно Значенные Вот Вы даже Не представляете Себе Насколько Они чертовски Удобнее Чем Декартов Но Сейчас Я про это Говорить Не буду А просто Скажу Как Расцепить Эту Систему Уравнений Расцепить Ее Очень Просто Давайте Второе Уравнение Умножим На I И Сложим И Вычтем Из Первого Уравнения Если Мы будем Складывать Смотрите Будет DVX По DT Плюс I DVY По DT Можно Написать Так D По DT VX Плюс I VY Дальше Будет Минус Омега А в скобочках Будет Я складываю VY Плюс I VX Равно Нулю Но давайте Из Этого Скобочки Вынесем Мнимую Единицу Тогда У меня Получится D По DT VX Плюс I VY Минус I Омега А в скобочках Будет VX Плюс I VY Равняется Нулю Действительно Умножьте На I У нас Будет Минус I VX Получилось А когда I На I Умножится У нас С вами Сейчас Получилось Или не Получилось I На I Даст Минус Единицу Я правильно Сложил Минус Омега Только Вот так Здесь Знак Плюс У меня Получилось I Омега VX И здесь I Омега VX А с VY Получится Омега На VY Да еще За знак За знак Минус Да Все Получилось А если Мы будем Вычитать С первого Уравнения Второе Мы Получим D По DT VX Минус I VY Минус I Омега VX Минус I VY Равняется Нулю Я просто Уравнение Сложил И вычел Но посмотрите Какая прелесть Теперь Получилась В первом Уравнении У меня Стоит VX Плюс I VY И здесь И здесь А во втором Уравнении У меня Стоит Разность VX И I VY И здесь И здесь Так давайте Введем Новые Переменные Давайте Введем Переменную V Плюс По Определению Равную VX Плюс I VY И Переменную V Минус По Определению Равную VX Минус I VY И тогда Моя Система Будет Выглядеть Так D V Плюс По DT Плюс I Омега V Плюс Равняется Нулю И DV Минус По DT Минус I Омега V Минус Равняется Нулю У меня Уравнения Расцепились Первое Уравнение Только для V Плюс Второе Уравнение Только для V Минус У меня Система Распалась На два Независимых Уравнения Ну Такие Уравнения Решать Не просто А очень Просто Решение Первого Уравнения V Плюс От T Это Какая-то Константа Произвольная C Плюс На E В степени Минус I Омега T Подставьте Это решение Сюда При Дифференцировании Выскочит Минус И Омега Экспонент Останется Экспонент И все сократится Будет Ноль Второе Уравнение Тоже Элементарно Решается V Минус От T Это Произвольная Константа C Минус На E В степени Плюс И Омега T Откуда Найти Произвольные Константы Как всегда Изначальных Условий Я напомню Что V Плюс Это V Х Плюс И V Y А V Минус Это V Х Минус И V Y Положим T Равное Нулю При T Равном Нулю Экспонент Единица Поэтому Осталось C Плюс И Это Равняется V X Плюс И V Y При T Равном Нулю V X Это V Перпендикулярная А А V Y Это 0 Поэтому Это Будет Просто V Перпендикулярная Второе Уравнение При T Равном Нулю C Минус Равняет Экспонента Единица И T Равном Нулю V X V Перпендикулярная И V Y 0 Оказывается V C Плюс И C Минус Это Всего Лишь V Перпендикулярная Таким образом V Перпендикулярная На E В Степени Минус И Омега T Равняется V X Плюс И V Y Это Первое Уравнение Второе V Перпендикулярная На E В степени Плюс И Омега T Равняется X Минус И V Y Ну Из этих Уравнений Осталось Найти V X И V Y Я Надеюсь Вы Понимаете Что Это Уже Пустяш Мы Складываем Два Эти Уравнения V Y Умирают Получается 2 V X Равняется Сумма Того Что Здесь Есть Поэтому V X Оказывается V Перпендикулярная На E В степени Минус И Омега Т Плюс E В степени Плюс И Омега Т Делить Пополам Ну Господа Это Косинус Поэтому Это Есть V Перпендикулярная На Косинус Омега Т Чтобы Найти V Y Надо Вычесть Уравнение Тогда У меня Здесь Получится 2 I V Y А тут Разность Экспонент Поэтому V Y Будет V Перпендикулярная На E В степени Минус И Омега Т Минус E В степени Плюс И Омега Т Делить На 2 И А Это Что Такое Нет Не Совсем Синус В синусе Плюс И Омега Т Минус E В степени Минус Омега Т Это Минус Синус Поэтому Это Будет V Перпендикулярная На Синус Омега Т Со Знаком Минус А Все Господа Решена Задача Оказывается По Х Будет В Перпендикулярная Косинус Омега Т По У Будет Минус В Перпендикулярная Синус Омега Т И По В З Будет В Параллельная Давайте Нарисуем Кодограф Вектора Скорости Ведь Мы С Вами Решили Задачу Получив Ответ В Пространстве Скоростей А не В Координатном Пространстве Так По вертикали Отложим В З Так Отложим В Х Так Отложим В Если Б В З Равнялась Нулю В Х Это В Перпендикулярная Косинус Омега Т А В У В В В Перпендикулярная Синус Омега Т Что Собой Представляет У Нас По Х Колебания Как Косинус По У Колебания Как Синус Одинаковая Амплитуда Че Че Так Движение По Окружности Если У Нас Х И Тело Движется По Окружности То Эта Проекция Меняется Как Косинус А Эта Проекция Меняется Как Синус Но У Нас Если В Эту Сторону Но У Нас Минус Синус Поэтому Это Вращение В Эту Сторону Поэтому У Нас Эти Два Дают Вращение Вектора В Плоскости Х Радиусом В Перпендикулярно Но Вз Поднимает Все На В Параллельное Поэтому Пространство Скоростей Траектория Нашей частицы Это На Высоте В Параллельное Вот Такое Вращение Вектор Скорости Вот Так Пусть Так Движется Наша Частица В Пространстве Скоростей А Как Найти Как Она Будет Двигаться В Координатном Пространстве Проинтегрировать Каждую Компонент Но Ведь Координаты Это Интеграл От Скорости Ну Понятно Что Если Мы Интегрируем Косинус Получим Синус Если Интегрируем Синус Получится Косинус Поэтому В плоскости Икс Игрек Частица Будет Тоже Двигаться По Окружности А Если З Интегрируем Что Получим Константу Линейную Функцию То Если Она Будет В плоскости Икс Игрек Крутиться А По З Будет Ехать С Постоянной Скоростью Вверх Какая Кривая Получится Сами Вы Спираль Спираль Друзья Мои Это Вот Такая Штука А У нас Здесь Будет Вращение По Окружности Постоянного Радиуса Вот Так Ось Икс А Так У Нарисую Здесь Вот Так Ось И Так Ось З Она Будет Крутиться По Окружности Постоянного Радиуса Двигаясь Вверх Это Будет Господа Винтовая Линия С Постоянным Шагом Частица Полетит По Винтовой Линии С Постоянным Шагом Кстати Это Имеет Большое Практическое Применение Раньше Имело Сейчас Уже Не Раньше Были Такие Замечательные Устройства Под страшным Названием Электронно Лучевая Трубка Это Из Стекла Делали Пустую Внутри Откачанную Вот Такую Колку Здесь Ставили Электронную Пушку Страшно Называется На самом деле Это всего лишь Конденсатор В одной Пластине Которого Сделана Дырочка А другую Пластину Подогревают С нагретого Электрода Почему-то В школе Это называется Термоэлектронная Эмиссия Вылетают Электроны Он так Понятно Если нагреть Вылетает Почему Если вы Металл Нагреваете Должны Вылетать С него Электроны Наверное Говорят Что так Ему Трудно Вылететь Он Притягивается К узлам Решетки А когда Металл Нагревается Электроны Летают Быстрее Им Легче Убежать Вы думаете Что при Нагревании Металла Электроны Проводимости Начинают Летать Быстрее Это не так Так что Почему Возникает Термоэлектронная Эмиссия Это большой Большой Разговор Вылетают Электроны На этот Конденсатор В электронной Пушке В кинескопах Подавалась Разность Потенциалов Сколько 5 килограмм Поэтому Если кинескоп Не работает Наличие Напряжения На пушке Не надо Пробовать Языком Там 5 килограмм Сюда Подавался Плюс Сюда Минус И Увидев Это Электроны Начинают К плюсу Лететь С обалденной Скорой Ускорением И почти Все Они Гибнут На Этой Пластине Конденсатора Но Некоторым Везет И они Попадают В дырочку И дальше Электрон Со свистом Летит К экрану Экран Покрыт Какой-то Химической Гадостью Которая При попадании Электрона Начинает Светиться По дороге К экрану Вы еще можете Поставить Вот такой Конденсатор И подавая На него Напряжение Отклонять Электроны Вверх Вниз А потом Поставить Еще Вот такой Конденсатор И подавая И подавая На него Напряжение Отклонять Электроны Вправо Влево И в результате Вы можете Вводить Пучок Электрона По экрану И рисовать Там Светящиеся Линии Ну а дальше Все просто Вы рисуете Строчки Вот так Вот так Заштриховывая Экран И иногда Увеличиваете Напряжение Суда И тогда Он начинает В некоторых точках Светиться Ярче И таким образом Рисуете На экране Картину Сколько Строчек В телевизоре 625 Сколько Раз Экран Обменивает За секунду Меняется В телевизоре 25 А в кино В старом Когда Кадрики Слайды Показывали Один С другой Сколько В секунду Раз А в кино Было 24 Когда Возникла Еще Идея Когда Вы показываете Кино По телевидению Наверное Каждый Кадрик Кино Должен Соответствовать Экрану Телевизора Но тогда Кино Пойдет Быстрее Потому что Его Снимают 24 кадра В секунду А телевизор Показывает 25 кадров В секунду Знаете До чего Додумались Эти Телевизорщики Чтобы Было Одинаковое Время В секунду 24 кадра Кино Показывать А 25 кадров Показывать Но Пошел 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 Делать Чего Я Не Хочу Я Не 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 Ну Телевизорщики Это Страшные Люди Я Наверное Уже Лет 15 Не Смотрю Телевизор Смотрю Как Телевизор Мне Пишут Баунти Райское Наслаждение Хорошо Я понял Проходит 10 минут И мне Снова Говорят Что Баунти Я понял Что Райское Наслаждение Не 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 Телевизорщики Думают Что Их Программы Еще Кто-то Новый Будет Смотреть Да Вы Что Скромнее Надо Скромнее Надо Я Помню Какую-то Передачу Меня Записывали Говорят Вы Хотите Перед Просмотром Посмотреть Что Получилось Я Говорю Ну Во-первых Мало Кто Включит Телевизор Из Тех Кто Включит Мало Кто Выберет Ваш Канал Ребята А из Тех Кто Выберет Ваш Канал Мало Кто Досмотрит До Середины Вашей Передач Любой Нормальный Человек Выключит А из Тех Кто Досмотрит Мало Поймет Что Я Там Говорил Поэтому Мне Абсолютно Все Равно Что Там Написать Но Все Равно Поскольку Мне Мнение Оо мне Людей Которые Смотрят Телевизор Просто Не Интересно Поскольку Нормальные Люди С моей Точкой Зрения Телевизор Не Смотрят Только Так Ничего Не Получится Потому Что Вылетающие При термоэмиссии Электроны Имеют Хаотически Распределенные Скорости И Хоть Так Электрон Разогнал У Каждого Электрона Есть Маленькая Добавка Скорости Вбок И Поэтому Он Полетит Не Прямо А Куда И Поэтому Даже Если Вы Не Отклоняете Луч У Вас Электроны Засветят Весь Экран Надо Фокусировать Кучок Электронов И Тогда Возникает Идея Давайте Мы Намотаем На Телевизионную Трубку Ровод И Пустим По нему Постоянный Топ Такая Штука Называется Соленоид И Она Создаст Внутри Трубки Постоянное Магнитное Поле Без Поля Электроны Полетели бы В разных Направлениях По прямой И Засветили бы Весь Экран А в Магнитном Поле Все Электроны Начнут Летать По Винтовым Линиям И Они Не будут Разлетаться При Этом Период Обращения 2 Пи На Омега Смотрите В частоту Не входит Скорость Электрона Поэтому Все Электроны Будут Делать Оборот По этой Винтовой Линии За Одно И То же Время И Поэтому Они Все Вылетев Из Одной Точки Через Определенное Время Будут Прилетать На Ось Трубки И Собираться Вместе Если Вы Подберете Скорость Электронов И Магнитное Поле Так Что За Время Пролета Отсюда Сюда Они Сделают Целое Число Полных Оборотов Что Все Электроны Прилетят В одну Точку На Экране Так Устроена Магнитная Фонсировка Но Сейчас Никто Этого Не Делает Поскольку Никто Уже Не Пользуется Электронными Трубками Сейчас У нас Всякие Плазменные Панели Используются Для Всего Этого Но Исторически Дело В том Что Вот Эта Частота Которая Здесь Есть Где Она У нас Там Для Нее Выражение В Нее Входит Отношение Заряда К Массе Электронов Если Вы Подберете Такие Параметры Что У вас Здесь Фокусируется Луч Вы Из Этих Параметров Можете Найти Частоту А Из Заряда Электрона Когда Это Сделали Первый Раз Заряд Электрона Уже Знали Поэтому То Что Я Сейчас Рассказал Был Эксперимент По Взвешиванию Электрона Так Нашли Массу Электрона Ну И Последнее Мы С вами В этом Уравнении Движения Которые Я Стер А Нет Не Стер Учли Только Силу Лоргуса Я Вам Категорически Предлагаю Добавить Сюда Еще Силу Вязкого Трения И Решить Ту же Саму Она Тоже Решится Методом Деления Методом Проецирования На Круговые Лорг Господа Есть Только Один Способ Научиться Решать Дифференциальные Уравнения Знаете Какой Такой Как научиться Хорошо Ездить На Горных Лыжах Надо Решать Дифференциальные Уравнения Своими Руками На уж Когда дело Дойдет До Электричества Мы Сюда Даваем Еще Электрическое Поле Сделаем Частицы Релятивистскими Чтобы они Подчинялись Не ньютоновским Законам А теория Относительности Но это Все впереди Пока Надо освоить Самые Азы Техники Работы С этой Арифметикой Это та Техника Которая Понадобится В течение Всего Вашего Дальнейшего Вашего Обучения Только не Думайте Что это Математика Это не Математика Математика Устроена Совсем По-другому Все Это Называется Calculations Математика Это Совсем Другое Перевод Все Математика Поред Judith Щем Играет Не